Валерий Курас 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 Сегодня председатель Кубанского парламента Владимир Бекетов принял участие во встрече президента России с президиумом Совета законодателей. Она прошла в подмосковной резиденции главы государства. Накануне дня российского парламентаризма политики из регионов обсуждали вопросы реализации послания президента. В частности, речь шла о защите прав детей, в том числе сирот и оставшихся без попечения родителей. Владимир Путин отметил, что решение сложных и больших задач невозможно без прямого участия законодателей на местах. Сегодня руководители ветеранских организаций Кубани пригласили на чашку чая губернатора Александра Ткачева. Говорили о подготовке к предстоящему празднику, Дню Победы, о поддержке старшего поколения и, конечно, о патриотическом воспитании нынешней молодежи. Евгений Вольский подробнее. Им уже многим под 80, а кому-то и больше. Но силы энергии столько, что позавидует любой. Сегодня за одним столом руководители всех ветеранских организаций Кубани. На чашку чая пригласили и главу региона Александра Ткачева. Тем для беседы много. И предстоящее празднование Дня Победы, и патриотическое воспитание молодежи. Совершенно очевидно, что сегодня просто накормить людей, просто одеть, обуть, обеспечить работу, это, конечно, недостаточно. Это уже мало. И мы не должны с вами превратиться в Иванов, не помнишь их родства. И нам нужно укреплять нравственность, духовность в крае. И, конечно, через патриотизм. А все это можно, я уверен, воспитать только на знании истории, на знании нашего края, людей, личностей, героев труда, героев войны, прославленных людей. На встрече сегодня самый молодой руководитель Евгений Шендрик чуть больше месяца назад стал председателем Краевого совета ветеранов. Но работа ему знакома. В Краевом парламенте он возглавляет комитет по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества. Задачи у нас понятны и ясны. Первая – это забота ветеранов, защита их прав и улучшение качества жизни. И вторая – это патриотическое воспитание нашей молодежи и наших граждан. Потому что молодежь, понятно, мы воспитываемся школьными камнями, но еще вопрос стоит о патриотическом воспитании наших граждан. Потому что быть на нашей земле и не быть патриотом нельзя. Если ты патриот, ты будешь работать. Если ты патриот, ты будешь делать все для того, чтобы наш край, наша родина завоевала новые и новые позиции. Мы должны быть лучше всех. И мы будем лучше всех. Кубань подает этому примеру. Заботятся о пожилых людях ветеранские организации чуть ли не онлайн, рассказывают их руководители. Пенсионеров учат пользоваться компьютером, оплачивают им мобильную связь. Но общаются не только в соцсетях и по скайпу. Вечера встречи и экскурсии тоже каждый месяц. Краевые власти поддерживают начинание районных советов ветеранов материально. Помимо оргтехники обновили автопарк. В соседнем Ставропольском крае о такой заботе пока только мечтают. Приехали ребята там. И мы рассказали, какую помощь оказывает городская администрация. Рассказали все. Сказали, что только по линии края мы получили. А так она и есть. И компьютеры, и ксерокс, и факс, и телевизионные антенны, и мобильные телефоны. И чем дальше, тем больше брачнели их лица. А когда сказали, что с края мы получаем деньги на материальную поддержку первичных организаций, мы получаем 800 тысяч рублей с края. И плюс наш, имеется у старшее поколение. В общем, несколько миллионов. Ребята уехали. Сказали так. Мы этого не знаем и такого не видим. Отдельная тема для разговора. Предстоящий день победы. Александр Ткачев попросил уделить внимание каждому ветерану. Ведь не все по состоянию здоровья смогут приехать на торжества в Краснодар. С каждым годом участников войны становится все меньше. Важно, чтобы молодежь училась любить родину не по книгам, а на примере живых героев, говорит губернатор. Ветераны не против, но жалуются некоторые вузы пока в стороне от патриотического воспитания. Давайте тут говорить честно. Есть, но там надо работать. Мы дошли в вузы, они наши уже. Они участвуют уже третий год, месячники оборонно-массовые. Они побеждают на уровне наших государственных университетов. Одно волнует, Александр Николаевич, частные вузы. Туда? Не пускают. Но пускают, но тяжеловатые. Не везде воспринимают. Встречи со студентами и школьниками должны проводить не только герои Великой Отечественной войны, но и более молодые ветераны. Те, кто проявил себя в локальных войнах или на службе в правоохранительных органах. Воспитание патриотизма – это, пожалуй, основная задача краевой организации ветеранов, считает губернатор. Мы все вместе, безусловно, нашу Кубань будем поднимать, будем развивать и, конечно, делать все, чтобы... Мы действительно гордились. Мы живем на Кубани. И ветераны, и молодежь. Особенно молодежь. Вот это чувство патриотизма, чувство гордости, что я с Кубани, потому что мы патриоты своей земли, мы любим свою землю, мы умеем работать. В этом и есть задача наша основная. Евгений Вольский, Сергей Плотников и Антон Калиниченко, 9 канал, Краснодар. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. На майских праздниках гости Геленджика впервые смогут отправиться по новому туристическому маршруту. Он проходит через Мархоцкий хребет к Дальменам. Официальное открытие курортного сезона 1 июня, но Геленджик готов принимать отдыхающих уже с начала мая. С 1 числа начнут работать все аквапарки, дельфинарии, гостиницы и санатории. Их в городе больше 100. И в каждом своя праздничная программа. Я хочу пригласить наших россиян, наших жителей Кубани и соседних субъектов Российской Федерации на эти праздники, потому что у нас будут здесь и концертные программы, будет и парад. А самое главное, те погодные условия и микроклимат, которые сегодня есть в Геленджике, будет доставлять, наверное, максимум удовольствия тем людям, которые приедут сюда на отдых. Приезду гостей подготовлены все пляжи города. Туристы смогут посетить сафари-парк, увидеть шоу-программы и побывать на морских прогулках. Также с июня в Геленджике впервые пройдут подводные экскурсии для дайверов. Напомню, город три последних года признает лучшим черноморским курортом. Только в 2012-м в Геленджике отдохнули больше трех миллионов человек. В крае выбрали тех, кто пришелся и к селу, и к городу. Лучший народный коллектив, по мнению слушателей Казак-ФМ. Это была первая музыкальная битва в кубанском радиоэфире, которая уже, можно сказать, вошла в медийную историю региона, как самая популярная песенная радиошоу. Полтора месяца прослушивания определили двоих финалистов. На что им пришлось пойти ради победы увидела Полина Каратенко, которая внимательно прислушивалась в непривычный для казаков язык. На решающую музыкальную битву елизаветинцы идут в полном обмундировании, в костюмах, из песни. А их соперники Лобинская Забава еще и торт прихватили. Однако боевой настрой сменился дружеским. Противники спелись. Полтора месяца назад коллективов было 16. В прямом эфире Казак-ФМ они соревновались в пении и в находчивости. С каждой неделей певческие ряды грядели. Отбор проходил путем смс-голосования слушателей. Мы сказали, если мы попадем в полуфинал, то это все. Красота и хорошо. Но аппетит начал приходить во время еды. Как только мы прошли в полуфинал, мы выступили всю дорогу, едем. Нет, нет, нам хочется еще, нам еще хочется попасть. А сейчас уже вроде в финал попали, рады. Но теперь хочется победить. Забава опасается одного. У елизаветинцев запевает бывшая солистка кубанского казачьего хора. Людмила Рея ушла из профессионального коллектива и возглавила собственный народный хор. Сейчас хор – это такая большая редкость. И у нас хор многочисленный. Мы собираем песни по станице, мы не просто собираемся, проводим время свое. Мы как бы храним традиции. Даже не храним, где-то уже возрождаем, потому что все уже усыдно. Однако в финальной битве традициям пришлось изменить. Народные коллективы запели иностранные хиты на кубанский лад. Казак КПМ Руслан Трашевелил, на эсэмэски шнеллер раскрутил. Пока мы с вами долго землядлён, а короны днём весь город. Мамма миа, спеваю песни я, на мне яркого шланга. Мамма миа, и снова мы поём о доме, о земле кубанской. После вокальной битвы в студии началась виртуальная, за голоса. Более суток радиослушатели отправляли эсэмэски. Самыми подкованными оказались елизаветинцы. Они опередили забаву на 15 голосов победителям, символ удачи. Спала всего два часа. Ну, куда тут было спать? Ну, куда было спать? Да, она пронеслась незаметно. Когда мне позвонили и сказали, что всё, вот тут уже прорвало. Всё позади. Всё позади, да. Но, с другой стороны, всё впереди. Впереди у елизаветинцев новые победы. Они планируют записать альбом и снять клип. А тем временем «Казак-ФМ» уже принимает заявки на второй сезон конкурса. Полина Караденко, Александр Кощеев, Александр Клипа. Девятый канал, Краснодар. Для станичников постарше он атаман, хоть и бывший, а для молодёжи просто батя. Потомственный казак Анатолий Иванович Решетняк. В станице на Тухаевской человек уважаемый. А много лет он занимается с подростками, учит и джигитовки, и слесарному делу, объясняет, что значит быть настоящим мужчиной. За собственные деньги он построил школу и воздвиг крест на горе Шахан. Спешишь передать что-то после себя, кого-то оставить, потому что мы, поколение, мы вымрем, а кто-то же должен дальше нести это всё. Кто-то должен напомнить, что мы ж казаки. О чём уже много лет Анатолий Иванович просит местной власти, и как он отучал казачат врать, расскажут корреспонденты программы «Факты без политики». И также в выпуске «Безымянный грот» и «Ожившая сказка» в Абширонском районе. И сверхлюди, братья Сафроновы, иллюзионисты, дали эксклюзивное интервью ведущему программы Артёму Никитину. Всё это смотрите завтра в 11.30. Главное светское событие года для студентов – Екатеринский бал проходит в эти минуты в Краснодаре. Лучшая молодёжь края – это лауреаты, победители различных конкурсов и соревнований сейчас кружат в вальсе в одном из концертных залов Краснодара. Он стилизован под сад Царского дворца. В атмосферу 18 века окунулся наш корреспондент Нинель Восконян. Бал хоть и стилизован под 18 век, но его гости съезжались сюда на железных конях. Но наверстать упущенное можно было около этой кареты. Студенты сегодня активно фотографировались рядом с ней. А в шатрах по соседству кавалеры могли собственными руками создать для своих дам букеты из живых цветов или купить уже готовые деньги от проданных букетов перечислят на благотворительные цели фонд «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Но всё-таки главные события вечера начались уже внутри зала. В этом году организаторы праздника оформили зал в стиле парковой зоны Царского дворца. Поэтому цветы здесь буквально везде. И на потолке, и на стенах. Гостей на балу приветствовала лично Екатерина Великая. И вместе с ними она станцевала первый танец. На балу в стиле 18 века нашлось место и современным технологиям. Видеосвязью воспользовался губернатор Кубани Александр Ткачёв, чтобы поприветствовать студентов. Меня радует, что сегодня снова мода на интеллект, на хорошее образование и профессионализм. Как и в золотой век Екатерины, это главное, что определяет судьбу человека. Перед каждым из вас сто дорог, непаханное поле возможностей. Ничего не бойтесь и не оглядывайтесь на других. И тогда вы обязательно состоитесь. В профессии или в жизни. А начинается всё для вас именно сегодня. Так что каждую лекцию, каждый экзамен принимайте как новый кирпичик будущего вашего успеха. А его, как известно, из интернета не скачаешь. Удачи вам! Сегодня были и подарки. Награды получили победители краевого конкурса IQ года. Это авторы и разработчики лучших инновационных идей года. На протяжении года я буду обучать детей, инвалидов и сирот абсолютно бесплатно вокалу и танцам с целью создания огромного проекта на уровень нашего края. Это будет музыкл для непрофессионалов. Позитив, радость, веселье. Восторг. Жал украшен. Это просто невероятно. На паркете сегодня окружились 350 пар. Это самые умные, спортивные и активные студенты Кубани. За вечер они исполнили несколько видов бальных танцев. Нинель Восконян, Евгений Жулай, 9 канал, Краснодар. В студии фактов к нам присоединяется Дмитрий Попович. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня Галстян стал чемпионом России по самбо. Я чего-то путаю. Я так помню, что вроде как он олимпийский чемпион по дзюдо. Но дело в том, что Арсен Галстян действительно олимпийский чемпион по дзюдо. А вот сам Вэл Галстян, он стал чемпионом России по самбо. Это он младший брат. Вот, поняла теперь. Да, вот такая вот спортивная Санта-Барбара. Значит, все расскажу. Факты спорт. Прямо сейчас. Сначала о победе Галстяна Младшего. Одержал он ее на чемпионате страны среди самбистов не старше 23 лет в категории до 82 килограммов. Это золото стало единственным для Кубани на первом месте страны. Зато у спортсменов края богатый урожай на бронзовые награды. Шесть. Три из них завоевали девушки, три юноши. Количество вторых мест равно количеству первых. Единственное серебро чемпионата в копилку региона принесла анапчанка Ирина Головина. Игроки футбольного Краснодара разгромили двукратного чемпиона России Казанский Рубин со счетом 3-0. Встреча прошла в рамках второго юношеского международного турнира на призы горожан. Соревнования стартовали сегодня в кубанской столице. В этом году в них принимает участие 8 команд из ведущих футбольных школ СНГ. В их числе и Кубань. Так что не исключено, что в плей-офф зрителей ждет краснодарское дерби. Кубань свой стартовый матч турнира также провела сегодня. Желто-зеленые уступили серебряному призеру прошлого розыгрыша Донецкому Шахтеру со счетом 1-4. Следующие игры наши клубы проведут завтра. Краснодар сыграет с украинским металистом, а Кубань с минским Динамо. Одна серебряная медаль. Таков результат кубанских спортсменов. В первый день Кубка России погребли на байдарках и Каноэ, который стартовал сегодня в Краснодаре. Второй на дистанции 200 метров была байдарочница Юлия Качалова. Уступила краснодарка Наталье Подольской из Архангельска. Среди остальных кубанских грибцов ближе всех к медали был каноист Виктор Милантьев. В финальном заплыве на 200 метров он стал всего лишь четвертым. Напомню, что эти соревнования являются отборочными. По их итогам решится, кто выступит на этапах Кубка мира, Чемпионате Европы и Универсиаде. Таковы спортивные факты в пятницу. А через несколько секунд узнаем, какая погода ждет нас в субботу. Светлана Листова со своими предсказаниями прямо сейчас в эфире 9-го. Хороших выходных. Пока. Добрый вечер. Генеральный партнер прогноза погоды Совкомбанк предоставляет своим клиентам новую удобную услугу. Одобрение кредита по телефону. На территории Совкомбанка всегда хорошая погода. Ну что, мои дорогие любители тепла, мы наконец-то вступаем в долгожданный официальный период летнего тепла и яркого солнца. И очень приятно, что данное событие совпало с выходными. Я надеюсь, вы придумали, как отдохнете. А поможет ли нам погода в этом? Давайте вместе разбираться. Смотрите, все атмосферные фронты и циклонические явления от нас ушли. Думаю, об этом никто не жалеет. На юго-востоке Европы находится антициклон, который завтра, даже нет, уже сегодня ночью, начнет распространять свое влияние на наш край. А значит, облакам будет закрыт доступ к нам. Отсутствие облачности создаст идеальные условия для хорошего прогрева. Температура этим воспользуется и поползут вверх. Ночью нас ожидает 5-10 тепла. По юго-восточным предгориям 3-8. Днем температура поднимется до 24 градусов. День ожидается теплый и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давайте посмотрим, кто занял первое место в рейтинге самых теплых городов. Белореченск, Горячий Ключ, Услабинск, там плюс 24. Холоднее всего Геленджик, Анапа, Новороссийск, там плюс 19. В Краснодаре дождя не будет. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура утром 14, днем 24, вечером 20. Давление нормальное. Дорогие женщины, у нас с вами очень много секретов, но самый главный наш возраст должен знать только паспорт. На этом все. Улыбайтесь и будьте красивыми в любую погоду. И самое главное, не болейте. Напоминаю, что спонсор прогноза погоды – Восточный Эксфресбанк. Выгодные кредиты, простые условия. Ну все, удачи, любви и тепла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok